Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает свои культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего отечества. Здравствуйте, дорогие друзья! Я курсант 2-го курса 21-го взвода Национального Дмитрия и проведу вам познавательную экскурсию. Вы находитесь в музее «Щитый меч», который уходит в состав музейного комплекса и колледжа полиции. Наш музей вносит достойную лепту в воспитании патриотизма, что достоин своей гордости за свою страну, за свой народ. Основанием для создания музея послужило проведение поисково-исследовательской работы в деревне Новораково, Истринского района Московской области, где были обнаружены останки двух бойцов. 3 декабря 2015 года в сельском поселении Бужарово состоялась торжественная церемония захоронения двух бойцов Красной Армии, погибших при обороне восточного берега Истринского водохранилища. В церемонии приняли участие курсанты 2-го и 3-го курса. В ходе проведения этих раскопок было найдено большее количество артефактов, представленных в музее. На одной из витрин представлены личные вещи двух бойцов, найденных на Истринском водохранилище. В кошельке одного из них было обнаружено предсмертное письмо, которое является именно самым важным артефактом. Но, к сожалению, расшифровать нам удалось только маленький кусочек. Время взяло свое. На данном стенде представлено вооружение времен Великой Отечественной войны. Например, пистолет-пульмер Шпагина и самозарядный карабин Симонова. А на этой витрине у нас расположены железные щипцы. Их принес там Евгений Петрович Прохоров, житель района Покровская-Стрешнего. Он рассказал нам, как во время бомбежки жители спасали свой дом. Если зажигалка попадала на крышу, то от удара она вспыхивала и загоралась. Нужно было схватить зажигалку щипцами и затушить ее в воде, песке или сбросить на землю, где тоже находились дежурные и тушили зажигательные бомбы. В следующей комнате мы своими руками создали две экспозиции. Первая экспозиция – это блиндаж, где разрабатывались военные операции нашими командирами. А вторая экспозиция – это солдатский привал, где наши солдаты могли отдохнуть, посидеть по греции у костра и написать письма своим родным. А эта витрина представляет наибольшие средства, так как здесь лежат оригиналы фронтовых писем и медали отца, бывшей преподавательной истории нашего колледжа. В одном из писем солдат пишет своим родным, что сожалеет, что письма так долго идут, и он очень рад, что в честь его дня рождения испекут пирог. Как будто дома побывал, он беспокоится о родных. Сыты ли вы? В тепле ли вы? Очень скучает, сердце сжимается, когда начинает писать, а в конце писем надеется на встречу. Про себя ни слова. Но, увы, встретиться с родными ему не суждено. Он был тяжело ранен и умер в госпитале. Перед вами альбом семейной славы. Это книга памяти, где работники и курсанты колледжа собрали информацию своих родственников, участников войны, которую мы записали в книге памяти. На данной витрине перед вами снаряжение советских и немецких войск, а по соседству артефакты, принесенные работниками колледжа, а также найденные в процессе раскопок. Согласно современным данным, за время Великой Отечественной войны общие людские потери СССР составили около 26,5 миллионов человек, из них около 12 миллионов – военнослужащие. Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Изучая историю Великой Отечественной войны на примере нашего музея, наш долг – сохранить историческую память об участниках этого кровавого времени. Наша экскурсия подошла к концу. Мы рады вас видеть в нашем музее.